Добрый день! Сегодня в гостях у апострофа народный депутат Сергей Ильиченко. Сергей, здравствуйте! Здравствуйте! Начнем мы с темы Пола Манафорта, потому что вы как раз ассоциируетесь с ним. Благодаря вам стали публичные так называемые темники, связанные с ним. Сейчас дело продолжается, суды продолжаются. И суд над Полом Манафортом, он стал как раз настоящим источником информации об украинской политике за последние 10 лет. Как, вот ваше личное мнение, достаточно ли оно обсуждаемое в Украине? Смотрите, ну во-первых, не темники, а речь идет о черной бухгалтерии партии регионов. Это рукописные такие документы, манускрипты о том, как нелегально тратились сотни миллионов долларов, даже не гривен, а долларов на политику во времена Януковича, когда он был премьером, лидером оппозиционной партии, а потом уже президентом. Во-вторых, дело Манафорта, оно касается нарушения Манафортом американских законов, и он предстал перед американским правосудием как гражданин Америки. Украина здесь стала толчком для расследования, и я бы сказал, черная бухгалтерия послужила точкой входа следствия вообще в эту историю. То есть Манафортом заинтересовались, когда появилась эта черная бухгалтерия, и его упоминание в ней, и, собственно, искать его нелегальные доходы стали после этой черной бухгалтерии, когда это все было опубликовано, в том числе с моим участием. Но осужден он, вы знаете, за уклонение от уплаты налогов, и по второму делу, которое должно было слушаться уже в другом процессе, это касается сговора против Америки, то есть его нерегистрации как агента в американском министике. Это дело он, скажем, свернул, признал свою вину и пошел на договоренность со следствием, поэтому дело слушаться не будет. На сегодняшний день, я думаю, что Манафорт в Америке стал ценным источником информации для прокурора Мюллера в его главном деле, которое касается вмешательства России в американские выборы, влияние россиян на Трампа. И, судя по тому, что Манафорт присутствовал на той легендарной встрече в Трамп Тауэр, на которой присутствовал сын Трампа и россияне, я думаю, что, в частности, есть в открытых источниках упоминание, что Манафорт вел определенные записи дела на этой встрече, которые зашифрованы, и никто другой их не смог расшифровать. Наверное, это в том числе часть договоренности между Манафортом, Мюллером, касается это Трампа, и чем это закончится, можно только предполагать. Ясней станет после выборов в Америке, которые будут осенью этого, в ноябре этого года, если демократы получат контроль над Конгрессом, они могут начинать процедуру импичмента, это вполне вероятно. Поэтому здесь Украина послужила точкой отчета, большого расследования. Жаль, что украинская коррупция рассматривается в американском суде. Не первый раз началось все еще дело Лазаренко, 20 лет назад точно так же начиналось в Америке. Но, надеюсь, когда-то и в Украине это все станет точно так же быстро и эффективно расследоваться. Коррупционеры или нарушители закона будут нести наказание, украинских граждан будут получать достойное правосудие и нормальные, скажем, сервисы, будут государства предоставлять им. Да, но вот как раз тут, Сергей, вопрос, почему в Украине такое резонансное дело, да, мы понимаем, почему для США это важно, для нас важно вот эти платежи на кипрские счета, Манафорта, которые осуществлял ряд политиков и так далее, которых мы знаем. Почему не расследуются в Украине? Какая статья, вы считаете, должна быть применена? Ну, я не юрист, сказать точно не могу. Смотрите, я в том, что Манафорт – гражданин Америки. Он нарушал американские законы и уклонялся от уплаты налогов. Поэтому он подсуден американцем. Украина не может судить Манафорта за нарушение американцев. Я не за Манафорта говорю, я говорю за тех, которые... Насколько я знаю, черная бухгалтерия сейчас – это часть следствия, которое ведет департамент специальных расследований. В том составе, в котором он есть, они расследуют преступную организацию Януковича. Там есть в том числе черная бухгалтерия. Предъявлены подозрения братьям Калюжным, которые вели черную бухгалтерию. Один из эпизодов черной бухгалтерии – это платежи, которые осуществляло государство Украины, бюджет Украины, компании «Скаден». Там подозрения уже предъявлены Лавриновичу. И дело в суде. Правда, полтора года судьи затягивали предварительное слушание, предварительные заседания. До сих пор, мне кажется, не закончились, еще по сути, но не слушаются. Другие эпизоды, насколько я знаю, они расследуют, в том числе запросы на правовую помощь. «Скаден» ведь тоже связан с Манафортом. Дочь Манафорта работала в «Скаден», когда она привлекалась, эта компания привлекалась для подготовки так называемого независимого аудита по делу Тимошенко, за что Украина заплатила миллион долларов из бюджета. При том, что эти деньги были потрачены незаконно, якобы это готовилась позиция для Европейского сада по правам человека, хотя на момент, когда этот вывод был подготовлен, уже все сроки обсуждения, скажем так, этого аудита, вообще это дело в Европейском саде уже было неактуально. То есть деньги были просто потрачены на пиар, скажем, прачечную для Януковича, и Манафорт был в каком-то смысле посредником. И я думаю, что у представителя, у главы компании «Скаден», американского юриста Крейга, у него будут проблемы тоже без этому делу, потому что часть денег он получал нелегально от Манафорта, часть денег он получал из украинского бюджета по переводу. Украинский бюджет при этом тоже был, скажем так, жертвой откровенного такого шахральства, потому что по тендеру это прошло меньше, чем 10 тысяч долларов, а реальности потратили миллион. Именно по этому делу подозрения предъявлены Лавриновичу, и не только ему, а по-моему, некоторым другим сотрудникам Министерства юстиции. Это вам лучше спрашивать в Генпрокуратуре, я так скажем, отслеживаю это в силу того, что владею информацией из разных источников. Помните, просто называли так называемый список Манафортов, который там попал и Левочкин, и Сергей Тегибко, и Борис Кольесников, и Ринат Ахметов и так далее. Была дискуссия, кто из украинских политиков еще может быть в этом списке, и вопрос накануне президентских выборов, накануне парламентских выборов, может ли как-то дело Манафорта влиять на выборы? Будут ли какие-то темники, либо еще что-то, какие-то дела открываться? Будут ли какие-то что? Ну темники, имеется в виду... Темники? Какие темники? Я имею в виду, последнее, если вы читали новость, то есть информация, что лидер Свободы якобы тоже как-то был причастен... Где эта информация была? Ну в СМИ. Какие СМИ? Вам сейчас догуглить? Ну на самом деле можете не гуглить, я могу только подтверждать, что Свобода фигурирует в черной бухгалтерии партии регионов, и она фигурирует не в самом лучшем свете. Ну вот, должны это расследовать? Это должны... Ну понимаете, здесь расследовать невозможно, потому что фигуранты, я так понимаю, сбежали из Украины. Скорее политическая оценка. И моя просьба, которую я выражаю публично, не публично, чтобы всю черную бухгалтерию опубликовали. Вот как она есть, от первой до последней страницы, чтобы она была опубликована. Я кое-что видел оттуда, и то, что я видел, меня, конечно, поражает. То есть из опубликованного совсем немного. Целостной картины нет. А то, что там есть, там есть конкретные депутаты, которые получали огромные суммы за переход в партию регионов. Конкретные суммы судьям, конкретные суммы членам Центральной избирательной комиссии за то, чтобы Януковича признать президентом, чтобы вернуть возможность формировать коалицию тушками. Конкретные суммы платились даже некоторым иностранным политикам, которые на тот момент были на должностях. И упоминается, к сожалению, тяги блок и свобода. Поэтому я бы хотел, чтобы эти документы были опубликованы рано или поздно. А будет ли это сделано, сложно судить, потому что следствие пока не потеряло, мне кажется, надежды какие-то из этих эпизодов расследовать. Там, повторюсь, более 800 страниц. Может ли Украина и США в этом деле как-то сотрудничать? Из того, что я знаю, украинская прокуратура направляла запросы ФБР, но не получала ответов, скажем, те, которые хотели. То есть допросы не проводились с Манафорта. Они просили о допросе Манафорта и о допросе Крейга. Это юриста, главы компании Скаден, которая, собственно говоря, довела Лавриновича до этого уголовного дела. То есть ФБР действует достаточно абстрагированно и в своих интересах. Они информацию берут все, а от себя информацию не отдают. Ну, на то он мой ФБР. Насколько мне известно, они так часто делают. Я тоже встречался с сотрудниками, передавал им документы, которые касаются перевода 750 тысяч долларов Манафорту со счета Белийского офшора, который был открыт в Киргизском банке. У них эти документы есть в том виде, как я их получал, то есть в оригинал. Хорошо, если в этих списках есть конкретные фамилии депутатов, в чем сложность тогда расследовать касательно них это дело? Это первое. Второе, полномочия ли это НАБУ? Входит ли в полномочия НАБУ? Это нужно спрашивать у сотрудников Генпрокуртуры, которые делали черную бухгалтерию, сейчас ведут, насколько они могут продвинуться, или как деньги там передавались, это были наличные переводы или безналичные. Я думаю, что, скорее всего, наличные. Не имея в руках Калюжного, который вел черную бухгалтерию, это сделать, доказать это очень сложно. Насколько, ну, это мои размышления с вами в студии. Я не являюсь сотрудником Генпрокуратуры. Из того, что известно мне, что черную бухгалтерию вел бывший депутат Калюжный, который сбежал из Украины. Перейдем тогда к теме как раз НАБУ. Что вы думаете о всей той ситуации, которая происходит между НАБУ и САП, и то, что СБУ будет расследовать так называемый конфликт между этими двумя структурами? Ну, я не знаю, о каком конфликте речь идет. Я вижу, что есть нападки на НАБУ со всех сторон. То есть тут нету конфликта, знаете, НАБУ и САП. Это попытка создать такую картинку. На самом деле, людей, которые просто обогащаются за счет коррупции, нынешних коррупционеров, якобы есть конфликт двух антикоррупционных органов, и вот они там оба виноваты. Это то же самое, что ты говоришь, что жертва изнасилования и насильник, они оба виноваты, они как бы оба вступили в конфликт, и вот они оба виноваты. Нет, виноват тот, кто осуществляет агрессию в отношении безвинной жертвы. Точно так же здесь агрессия со стороны старых коррумпированных органов в отношении НАБУ. САП – это известно все, как они сливали информацию, как они давали доступ к материалам дела к тем, кого расследовало НАБУ, как Холодинский сливал, по сути, все своим друзьям. СБУ – это, опять же, инфодела, которые они возбуждают против НАБУшников. Луценко, кинопрокуратура, попытка насытника подготовить подозрения. Демчинов СБУ, который открыл дело в отношении детектива, который расследовал его незаконное обогревание, то есть исполнял свои служебные полномочия. Ну, со всех сторон они, там, МВД точно так же, но в отношении НАБУ, насколько я понимаю, проявляло неоднократно агрессию. Дело Авакова. Вы видели, как они водили этих тетушек, которые были сотрудниками МВД, в суд, как нападки на НАБУ были со стороны этих тетушек Кивы, как они защищали Холодницкого, когда был митинг гражданских активистов под САП. То есть вся правоохранительная система, коррумпированная старая система, она сплотилась против НАБУ. Поэтому это не история конфликта НАБУ и САП. Это история, когда единственный неподконтрольный власти правоохранительный орган, потому что НАЗК, например, полностью легло под Банкову, САП на крючке Холодницкий. Единственное, что осталось, это НАБУ, и они стали жертвой этой агрессии. План Порошенко очень понятный. То есть он читается, как, я не знаю, как азбука. Пока он президент, он должен уничтожить НАБУ. Почему? Потому что, если он проиграет выборы, у него должен быть план Б. План Б, в случае поражения на выборах, НАБУ займется Порошенко. Хочет даже НАБУ этого нет. Давление общества заставит их заниматься, и Порошенко. Потому что, ну, запрос общества велик, наказать тех, кто сейчас при власти. Поэтому, даже если НАБУ будет медлить, общество будет требовать, занимайтесь Порошенко. Вот он только что ушел из власти. Поэтому НАБУ, если Порошенко проиграет, первым делом займется Порошенко. Порошенко, если он проиграет, на следующий день потеряет иммунитет. Потому что, вы знаете, закон прописан так, что НАБУ имеет право заниматься бывшими президентами, но не имеет права заниматься действующими. Потому что в отношении действующих есть процедура импичмента, которая нигде не прописана. Поэтому, скажем, это бронежилет действующих президентов, по сути дела у них развязаны руки для любых преступлений. А вот как только они уходят с должности, НАБУ напрямую и коррупционными деяниями президента может заниматься. Поэтому Порошенко необходимо подготовить пути отступления в случае проигрыша на выборах. НАБУ должно быть к нам во время уничтожено, дискредитировано, обезглавлено, не имеет значения, какая будет формула. То есть дело не в самой фигуре того же Сытника? Нет, Сытник оказался не подконтролен. Поэтому им нужно сделать так, чтобы неподконтрольный Сытник ушел. Или чтобы НАБУ перестал существовать в таком виде. Или к ДБР его присоединить были идеи. Или Сытника снять по итогам аудита. Или уголовное дело и судом его отстранить с должности. Как угодно. Потому что если нет Сытника, тогда легитимность органа под вопросом. Нужно конкурс новый объявлять, первый замг грузин бывший. Это выглядит уже не так, как хотелось бы для борьбы с коррупцией. Как вы думаете, в ближайшее время мы увидим аудит НАБУ? Насколько я понимаю, у них уже неспособность со своей стороны этот аудит проводить. Были три аудитора на комитете? А как думаете, почему затягивалось? Я не знаю. Есть три аудитора, в чем там у них конфликт, я не знаю. Или нету конфликта, может просто они неспособны. А насколько вероятен сценарий снятия Сытника со своей должности? Ну, это то, что я о том, что озвучил. Пока Порошенко президент, ему нужно подготовить пути отступления. Если Порошенко уходит, НАБУ начнет им заниматься. Поэтому ему нужно до своего ухода обезопасить себя от последствий. И снять Сытника. Это один из сценариев. А как возможно осуществить этот сценарий? Ну, через аудит или через отстранение по решению суда из-за того, что Сытнику подозрение вручено, например. Поэтому так Луценко активно занимается этим никчемным делом о разговоре Сытника с журналистками. Именно поэтому эти все передвижения журналистов, их трафики собирали. Потому что Луценко нужно готовить подозрения о Сытнику. А вы слушали доклад Артема Сытника на этой неделе за первое полгодие? Я не просто слышал, я член этого комитета. Поэтому это был доклад перед нашим комитетом, в который я вхожу. Что вы в целом об этом думаете? Потому что есть разные мнения. Одни поддержат ее, говорят, что действительно все это правда. И суды, он просто ничего не может сделать, потому что суды... Подождите, это то же самое, я не знаю, смотрите. Вы производите конфеты, а потом конфеты разъезжают, машины разводят их в магазины, а магазины продают. И если у вас нет дистрибьюции и нет магазинов, ну конечно же, это не виновата фабрика, производящая конфеты, что у вас бизнес не пошел. Потому что это другие производственные цепи. То есть, когда они собрали фейковый митинг под комитетом, под антикоррупционным, эти бабушки, бедные, несчастные, которым я очень сочувствую, которые за 100-200 гривен стояли там. Вы не смотрели стрим, который я вел? Там был один человек, он сказал, я отсидел 15 лет за убийство. Он прямо говорит, я бывший зэк, сейчас я бомж. Другая бабушка говорит, я не знаю, кто такой Сытник, нам заплатили деньги. Третья говорит, мы просто бедствуем, нам дали деньги, мы стоим. Они говорят, а вы знаете, почему Сытник? Кто такой Сытник? Никто не сидит. Я говорю, вы знаете, что Сытник не сажает? Нет, не знаем. Сажает суд, сажает суд, а поддерживает обвинения прокуроры. Сытник, он расследует, но его ответственность заканчивается после того, как подозрение или согласовано, или не согласовано Холодницким и его замами. Они блокируют подымчение, это типичный пример, как они заблокировали дело, например, готовое, уже полностью подготовленное для подачи в суд дела. Поэтому обвинять Сытника в том, что Холодницкий свою работу не сделал, потому что он на крючке банковой, или суды продажные, потому что дело Носирова уже год не могут начать, или дело Мартынинка, они затягивают рассмотрение, или Кулика слушать уже не могут, только слушание длятся несколько лет. Причем здесь Сытник, извините, но это, как бы, я не знаю, вас обвинять в том, что, не знаю, метро плохо ходит, или троллейбусы старые по Киеву ездят, там, ну, то есть, причем здесь вы к этому, это не касается вашей ответственности. Ну, вы согласны с тем, что вот ситуация с НАБУ и САП в целом негативно влияет на все антикоррупционные органы, в том числе? Нет, ну, коррупция негативно влияет в первую очередь, а ситуация с НАБУ и САП, которая, повторюсь, это не является конфликтом, это является нападками на НАБУ со стороны корруппированной системы. Эта ситуация в целом, она разрушает вообще борьбу с коррупцией, то есть, в этом и цель, это не последствия, это цель, такую атаку начать, разрушить работу антикоррупционных органов, продолжать воровать деньги и подготовить пути отступления в случае поражения на выборах. Что тогда делать со всей этой антикоррупционной цепочкой, которая работает? Защищать НАБУ пока есть, требовать от снятия сытника и создавать независимый антикоррупционный суд, то есть, грубо говоря, слона нужно есть по частям, вы не можете решить все задачи сразу. Нужно гарантированно создать независимый антикоррупционный суд, чтобы он работал независимо, кто будет президентом, чтобы там были честные люди, которые будут честно судить. Прокурор должен уйти, Холодницкий должен уйти, это очевидно, это уже, не знаю, всем понятно, человек, который сливал дела, который был сообщником коррупционеров или подозреваемых в коррупции, а он не поддерживал детектива, он поддерживал обвиняемых в будущих, он должен уйти из должности. И это не только украинское, международное сообщество так же считает, посол Германии на этой неделе прямо сказал, до этого американское посольство, партнеры Украины, которые дают деньги ей в эту тяжелую минуту. Они говорят, мы вам даем деньги, чтобы вы выжили, но вы не способны свои деньги собрать, потому что у вас коррупционеры не сидят, они договариваются с прокурором. Какой нам смысл давать там деньги? Мы же тоже как бы неблаготворительная организация. Мы берем деньги у своих налогоплательщиков в Баварии, в Франкфурте, в Вашингтоне, в Монтане штата. Мы собрали деньги наших налогоплательщиков, отдали в Украине, вы тут бедные несчастные. Так соберите свои деньги. Почему вы не собираете? У вас прокурор коррупционер? Так уберите от прокурора. Причем здесь деньги наши налогоплательщики. Их логика абсолютно понятна. Поэтому сытник должен уйти. Иначе я даже сомневаюсь, что даже деньги МВФ придут в Украину. А если будет условие убрать и Сытника, и Холодницкого, это решение может помочь? Я не вижу смысла, при чем здесь Сытник Холодницкому. На какие претензии к Сытнику? Что он совершил? Он сливал дела своим клиентам? Или что он сделал? Он на самом деле является в данном случае мишенью. То есть мы должны, я повторюсь, жертву насилия посадить в тюрьму с насильником вместе или как? Тогда еще одна тема касательно такого горячего четверга в Верховной Раде. Интересно, что вы думаете? Я знаю, что вы не голосовали за санкции против двух телеканалов 112 и Ньюзван. Что вы в целом думаете об этой ситуации? Я думаю очень просто. Парламент — это орган представительской демократии. Это не тот орган, который должен закрывать телеканалы. Это не компетенция парламента. У парламента это срез общества. В парламенте присоединят представители народа. И точно орган демократии не должен заниматься тем, что он решает, какие каналы правильные, какие неправильные. В стране есть регулятор. Если есть вопросы к каналам, это вопрос к регулятору. Регулятор называется Национальный совет по телевидению и радиовещанию во главе с Артеменко. Конечно, его распределили между группами влияния. Там Порошенко имеет контрольный пакет в этом регуляторе. Но при чем здесь парламент? Зачем грязную работу давать в руки депутатам? Вы хотите разобраться? Обращайтесь на ЦСОВЕТ. Из того, что я понимаю, у каналов есть нарушения однозначно. У 112-го тем более. Вообще история 112-го — это история очень сомнительная. Потому что это было пять региональных пакетов, которые во времена Януковича отдали сыну Януковича. Тот отдал Захарченко. И они создали из пяти региональных телекомпаний одну всеукраинскую. Таким образом просто обошли законы и развлекательные каналы превратились в информационные и так дальше. Но это все должен рассматривать НАЦСОВЕТ. Из того, что я знаю, на последнем НАЦСОВЕТе звучал вопрос в отношении лицензии 112-го. На что глава НАЦСОВЕТа сказал, что у них есть письмо СБУ с просьбой этот вопрос не рассматривать. Тогда пусть они разрешат между собой. Что там СБУ им пишет? Почему регулятор этим не занимается? А парламент просто сейчас использовали с двумя целями. Первая цель — пропиарились псевдопатриоты. В частности, Народный фронт, который эту тему активно раскачивал. У них же за собой такой творог коррупционных всех дел. Там Мартынинка, Поляков, все их смотрящие, журила и так дальше. Чтобы эту риторику как-то убрать от себя, отстранить, они патриотами стали все. И, конечно же, они через каналы пытаются эту мантию патриота водить. И поэтому я заканчиваю. Поэтому они раскачивают историю с телеканалами, чтобы просто перевести фокус своей идентичности. А второе — это история Порошенко сделали пас. То есть он получил в руки дубинку от парламента. Теперь он пойдет договориться с Медведчуком, разделит сферу влияния на канале. Он будет говорить, видишь, я тебя защищаю от парламента, я хочу закрыть. У меня есть уже в руках все основания, но мы же можем договориться. Мы же так договаривались по газу, по дизелю, по заправкам гуско. А теперь давай еще по каналам разделим просто влияние и все. И подарок Порошенко сделали. Ну, то есть это в темные использовали депутаты в данном случае. Вторая составляющая. А повторюсь, претензии к каналу, пожалуйста, на цвет. Если у вас есть подозрения в отношении финансирования терроризма из-за рубежа СБУ. СБУ, оно должно этим заниматься. Они накладывают санкции. СБУ является главным источником проекта санкционного списка. И они предлагают в санкционный список структуры, которые потом решением СНБО и подписью Порошенко идут в печати и становятся под санкцией. Причем здесь парламент. Моя позиция точная и точная не наша. А вот интересно, как нас собирали столько голосов? 229 за даже те, которые постоянно ходят на эти каналы. Я не знаю, это ура какая-то патриотическая риторика. Я не знаю. Извините, но как бы еще это анализировать. Я точно просто для меня ситуация понятна. Это равно, извините, развели лохов. Развод для лохов с одной стороны. С другой стороны усилили президента. С третьей стороны выглядим, как страна каких-то непуганных папуасов, где парламент принимает решение о закрытии телеканалов. Ну, выглядит это очень глупо. Но, повторюсь, каналы имеют нарушения. Эти каналы Порошенко давно хотел контролировать. Он пытается играть с людьми, которые контролируют каналы. Почему не покажут эти нарушения? Почему не покажут доказательную паузу? Потому что Порошенко выгодно их держать на крючке. Ему не выгодно их закрыть. Ему выгодно, чтобы они вещали, за свои деньги показывали его и рекламировали. То есть, все-таки закрытия, вы думаете, все-таки не будет? Я думаю, это просто для Порошенко способ шантажировать владельцев канала. Конечно. Он хотел купить 112-й. Есть же записи в интернете, где его банкир Пасанюк приходит к закреп... Как его зовут? Бывший владелец, я забыл фамилию его, они обсуждают, что Лешко не показываете, а мы будем вас уже поддерживать. Они что-то договариваются, это много лет назад было. Поэтому, конечно, Порошенко хочет каналы эти забрать. Ну, не смогут забрать, а хочу контролировать редакционную политику. А так, чтобы не финансировать, за свои деньги не отдавать, вот вам крючочек на вас получили. Ну, такая разводка довольно типичная. Перед президентскими выборами парламентскими медиа будет уходить, мягко говоря, под президентское крыло. Ну, так, у него то же самое происходит дальше. Вот был у сына Януковича канал Тонис. Он, Зада Янукович, строил свой медиахолдинг, создавал. Он не хотел зависеть от Фирташа, от Ахметова, решил построить свой медиахолдинг. Кто чем занимался? Там Клименко занимался вестями, там Арбузов занимался БТБ, значит, банка с тем телевидением. А Саша Янукович Тонисом. Вот был у него Тонис. И сейчас Тонисом управляет Порошенко. То же самое канал, это радиостанции Пятница, вы знаете. Был большой холдинг, 50 чем-то городов покрытия, холдинг Пятница. Вот был Тонис, Пятница, это Саша Янукович. В итоге, уже вместо Тониса прямой канал у Порошенко, они там о чем-то взаимозачет. И Пятницу пытаются Порошенко тоже забрать. Ну, то есть, просто попытки влиять на медийную среду. При этом или вступать в право собственности, или лучше еще вообще не вступать, ничего не давать в денег, потому что жадные, а просто контролировать их и держать на крючке там, где СБУ, где СНБУ, а где вот еще и парламент создал ему такую передачу, голевую создал. Еще вчера проголосовали в первом чтении за законопроект о языке. Как вы думаете, не будет ли это еще больше раз? Нет, это в определенном смысле Порошенко идет на второй срок. На первый срок Порошенко шел в понятную матрицу, такой либеральный европейский кандидат. Но когда подходит к концу срок, нужно отчитываться, в том числе по борьбе с коррупцией, правосудиями. Он понял, что эту тематику нужно все как бы снижать с ними мягко. Видите, он же извинился. И он извинился только за закрытие, за завершение АТО. Больше ни за что он не извинялся. Он же не говорил, извините, я крал пять лет, теперь я больше не буду тратить. Но он еще говорил о том, что ему не удалось побороть коррупцию. Он не слышал, чтобы он за это извинялся. Скажем так, его цель не бороть коррупцию, а не мешать тем, кто с ней борется. Вот он как раз это активно делал. Так вот, ему нужно съезжать с этого базара и переходить в новую матрицу. Он создал новую информационную картинку, ему Гриньев нарисовал три месседжа Мова, Вира, Армия. Вот он будет только на это... Видите, он даже не комментирует нападки на Ганзюк, нападки на Михайлика, какие-то обливания кислотой Гусовского, насилие, тетушки, эти квази-военные структуры, которые подавали. Он ничего не комментирует, у него есть только три темы, которые он комментирует. Остальное уже не касается, как будто бы это другая реальность какая-то. Поэтому, конечно же, ему нужно создать эту реальность трех тем. Вира, Мова, Армия. И он будет колбасить по всем этим трех темам до выборов, пытается, скажем так, заехать, создать себе новое электоральное еда. Порошенко на самом деле не нужно 50% на выборах. Порошенко посчитал, что ему для победы на выборах и перехода на второй срок нужно просто попасть во второй тур против Тимошенко. Он считает, что Тимошенко имеет негативный рейтинг выше, чем позитивный. И если он выйдет против Тимошенко во второй тур, он ее победит только в силу того, что ее негативный рейтинг больше. Поэтому задача, которую решает сейчас Порошенко, это попадание во второй тур. Чтобы попасть во второй тур, ему не нужно 50%, ему нужно 15, 17, ну 20%. То есть он наращивает свое новое электоральное ядро, которое строится в этих треугольниках Вера-Мова-Армия. Без борьбы с коррупцией, правосудия, инвестиций, ему об этом же нечего сказать, там полный провал. Вот он, Вера-Мова-Армия, и ходит вокруг этой трех сосен, и наращивает себе ядро, как снежный ком. Наращивает, чтобы залезть во второй тур. А дальше он считает, что он с Тимошенко расправится, и она не сможет стать президентом. Поэтому вот эта задача, которую он решает. Но еще есть фактор Вакарчука. Если пойдет Вакарчук, это может все карты, конечно, забудать. Потому что если Вакарчук выходит во второй тур, он побеждает обоих. Социология это прямо показывает. Как думаете, насколько высокий шанс, что он все-таки пойдет? Ну, в виде активности, которая у него появляется время от времени, выступления на конференциях, статьи. То есть это не похоже на активность просто певца. У него есть какие-то планы, которые он не объявляет. И, я думаю, ближе к выборам они прояснятся. Да, тут интересно как раз то, что если верить социологии, более 60% людей еще не определились, за кого они будут голосовать. И тут как раз вот эта вилка сохраняется. Порошенко, Вакарчук, Вакарчук. Но тут, кажется, посмотрим, чем это закончится все. К второму чтению закон будет меняться очень сильно. Поэтому сказать, сказать, буду ли я голосовать во втором чтении, я смогу, когда увижу редакцию второго чтения. Вот и все. А пока этой редакции нет, это все просто бессмысленные разговоры. Заканчивая наше интервью и тему выборов, все-таки почему в Украине спустя 4 года после революции мы идем на выборы с теми же лицами? Почему нет новых лиц? Ну, потому что изначально система была законсервирована. Порошенко, когда шел на первый президентский срок, он обещал поменять систему выборов. Он ее не поменял. И парламент, который сейчас есть, избрался по закону Януковича, а реально по закону Кучмы 98-го года. Это от закона с тех времен. Смешанная система. И, конечно же, новое тело, которое, по сути дела, откачали, да, Украину откачали после режима Януковича, туда загнали инфицированную коррупцией кровь. Знаете, вот больной, и ему залили инфицированную кровь. И, конечно, этот больной, он уже этот четвертый-пятый год ходит, как зомби, еле-еле ноги за собой волочит. Вот это Украина времен Порошенко. Он заново заразил тело, которое только очухалось после болезни, опять инфицированной коррупционной кровью. Поэтому система не поменялась настолько, как она могла. Если бы у него была мотивация начать все с нуля, построить Украину заново, он мог бы добиться грандиозных успехов. У него был мандат доверия 55%, в первом туре победа. Он контролировал, по сути, парламент на тот момент. Потому что все боялись его, боялись силовиков. Он мог законного принятия в выборах, он мог провести парламент по новым законам. Он мог набрать себе список новых лидеров. Он мог взять не трех человек, чтобы показывать, что он такой, как все, а набрать 100 человек новых. Не Березенок, всех своих каноненок и Горновских, а реально лидеров Майдана, реально лидеров общественных инициатив, антикоррупционеров, гражданских активистов, юристов, которые европейскими занимались делами по правам человека. Вообще полностью обновить политику. А вместо этого он набрал себе своих же подельников. Плюс подоговаривался в округах. Санищенко он слил ему округ, это уже общеизвестно. Березенко он слил округ, Довгому он слил округ. Мы же там были, мы видели, как он отдал просто помощнику Дового. От БПП шел помощник Дового, Дового и независимый был. И просто за 200 гривен люди продали голоса. И так далее. Такой вот здесь парламент. И конечно же после этого очень сложно, знаете, бить по щекам и говорить парламенту, эй, ты чего такой дохленький, если у тебя кровь уже инфицированная обратно залита в этот организм. Поэтому мы по сути сейчас должны все опять заново начинать. Новый президент, новая система выборов, и тогда появляется шанс на очищение. Нет, но тогда это деградация еще на 10 лет. Сергей, спасибо большое за интервью. Народный депутат Сергей Ильиченко был в гостях у Апострофа. Спасибо, что смотрели нас.